приехали в четвертый сезон наконец-то короче официантка с образованием психолога которая открыла ресторан это органы кого собак шок контент сколько денег вы вложили вот в это действие куда около 40 тысяч около 40 тысяч долларов вы вложились сюда с ума вообще понимаешь что это не инстаграм а какой-то шлак я могу решать вопросы все сразу же ужас ужас ну что привет приехали в четвертый сезон наконец-то у нас сегодня стартует новый сезон нашего бизнес шоу и по этому поводу мы приехали в классное место и не предлагать на приехать и так мне здесь нравится сейчас нам нужно найти нашего нового участника четвертого сезона где-то здесь может в этих ларьках в этих ларьках а фишка в том что это будет ресторан я предлагаю его поискать пошли как называется и что-то связано с чертями мне кажется потому что судя по логотипу там были черти а тут точно есть ресторан я уже такая начинаю напрягаться аренда торговых помещений это она подожди я должна посмотреть анкету слушай этот трэш это органы кого собак слушай ну вид конечно отвратный вот это тот самый момент когда люди которые делают делают это под себя из глаз замылены им же кажется что это симпатично как по мне жарят чертей и органы интересно даже посмотреть что на самом деле давай почитаем анкету участницы которая прислала потому что я же выбрала не просто так ее зовут александра ей 24 года и она написала что она прошла путь от официанта до управляющей ресторана и всегда имела мечтала иметь свое кафе короче официантка образованием психолога которая открыла ресторан у них есть идея которая мне понравилась благодаря которой я в общем-то и обратила внимание на анкету это кафе где можно приготовить себе еду самостоятельно потому что в каждом столе встроенный гриль поверхности я подозреваю что это она но я не думала что еда на ней выглядит отвратно прибыли нету хочется выйти наоборот 100 тысяч гривен и увеличивать его постоянно на 20 процентов и наше время сейчас пришло для того чтобы в этом разобраться и пойти их найти но я их не вижу отсюда и это плохой знак а окей пошли так мне предлагаю что-нибудь пожарить чуть-чуть овощей чуть-чуть сыра помимо сложно и мясо валерия валерия а можно нам сделать какой-нибудь такое небольшое сорти чтобы мы попробовали и мясо и овощи и сыр и ну так чуть-чуть чтобы мы могли понять вообще как это делать хорошо так ну в принципе внутри все сильно интереснее чем снаружи по крайней мере лучше потому что мне нравится гораздо больше чем там и симпатичные в принципе нормальные полы нормальные столы нормальная валерия очень даже тарелочки процесс да 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 давай по интерьеру мне не хватает уюта нету ощущения что здесь люди приходят и кайфуют и темы при интересная да но вот этого ощущения что здесь били люди у меня нет такое да картинки на картинках и такие комфорт-аун вот то есть типа что хорошо ничего не липко все прилично меню конечно но я до сих пор пока не понимаю что мы будем есть как это выглядит самая главная картинка это будет отвратительно да 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 я куда-то иду для меня важно понять что здесь будет происходить что мне принесут я бы мне здесь я сюда пришла только исключительно готова чтобы посмотреть как вот на этом жаре я сюда и 5 и 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 вкусненько. Да, замечательно просто. Валерия, можно вас на минуточку? Скажите, Александра здесь? Так. Позовите ее, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну, собственно, ты та самая девушка, которая решила отправить анкету и которая решила в этом странном месте открыть ресторан. Это была моя мечта. В этом месте? Нет, открыть ресторан. Это место мы выбрали из-за того, что оно показалось выгодным, была большая проходимость у людей, и тут недалеко есть большой жилой комплекс, у которого есть запрос на ресторан. Вы подумали, что вы из этого жилого комплекса сможете людей к себе сюда затянуть? Да. Как, получилось? Нет. У меня, значит, есть несколько вопросов сейчас перед тем, как мы будем понимать, что делать дальше. И первый вопрос все-таки после предыдущих выпусков с Борисовым я не могу не задать, почему вы ни с кем не посоветовались, почему вы не взяли какую-то профессиональную консультацию, как минимум по выбору места и пониманию того, например, какой контингент живет в славном месте, вот где есть картина, да, комфорт-таун, и особенности того, что это место находится рядом, но конкретно вот этот пассаж и конкретно вот это месторасположение и конкретно это здание не очень привлекательны для тех людей. Почему вы ни у кого не спросили? У вас есть в команде кто-то очень классный ресторатор? Нет, мы были уверены, что мы можем сами. То есть вы просто так решили, что вы классная? Да, и в общем-то это одна из причин, которая описывала в анкете, дилетантство, это, мне кажется, наша проблема. Класс. Расскажи, пожалуйста, мы это кто? Кто есть в вашей команде? Кто вложил сюда свои деньги, время? Какие инвестиции вообще сюда сделаны в контексте всех ресурсов? Изначально мы открывали это заведение, ну, инвестировали деньги в мой муж Алексей, у него есть подруга, которые тоже работали в этой сфере и тоже хотели ресторан. То есть вы все занимались плюс-минус ресторанами, что конкретно делали? Работали наемными от сотрудниками, я работала и официантом, и хостес, и администратором, ребята работали. А муж твой что делал? Муж архитектор, он никак не связан с ресторанным бизнесом, но он вложил деньги, инвестировал, а я занимаюсь более такими операционными. Понятно, а друзья что делали? Один из них отвечает за кухню. Он повар? Да. И работал поваром в ресторане? Не работал поваром в ресторане, у него был опыт свой бизнес, у него была пиццерия, и есть представление о том, как работает кухня. У него пиццерия собственная? Да, она и сейчас есть. Так, нормально работает успешно? Да, да, да. Еще один партнер, он работал больше по вопросам сервиса, и в общем-то ими сейчас занимается. Вы вообще чему-то учились, куда-то ходили, на какие-то курсы, что-то вообще, что нет? Я лично не проходила никакие курсы, я смотрела, читала профилитературу, смотрела интересные в ней видео. Шоп-контент, сколько денег вы вложили вот в это действие и куда? Около 40 тысяч. Около 40 тысяч долларов вы вложились сюда, во что вы их закопали, что, сколько приблизительно вам? Такую маленькую вот... Сколько здесь квадратов? 60. 60 квадратов, ну... А за что ушли деньги так много? Ремонт, в первую очередь, практически все здесь было переделано. Оснащение кухни, хоть оно и оптимальное, и есть, можно это сделать лучше, но тем не менее, это тоже большая сумма. Каждый месяц у нас аренда 34 тысячи, вот, и это как бы практически целый сейчас, это вся сумма оборота, которая есть в месяц. Аренда сколько еще раз? 34 тысячи. 34 тысячи плюс коммунальные, да? Да. То есть, получается, где-то выходит близко к полутора тысячи долларов в месяц у вас с фрагом. Да, это аренда еще, ну, зарплаты. Еще зарплаты, да? Да, и вот поддержание... За 2 тысячи долларов. Да, поддержание деятельности ресторана вот за 3 месяца съела эту сумму. То есть, вы вложили 40 тысяч долларов, и при этом вы решили изначально не купить ничью консультацию за 200, 300 или 500 долларов, не вложить там 300 долларов в какой-то курс хотя бы ресторатора начинающий, да, там сходить. То есть, вы решили, что это вам не нужно, что у вас достаточно понимания того, как это работает рынок, что то, что вам кажется, то, как вы себе это представляете, то, как вы это чувствуете, то, как вы это видите, этого достаточно. Гри, помнишь, еще Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка должна учиться управлять государством. А что, каждая кухарка не может управлять рестораном? Ну, почему эта кухарка, она же не кухарка, но сейчас вышла на кухню, да, я так понимаю, тоже. Я подменяю, да, и повара, и официанта, и работницу, и унитазы, и все. Это очень, это нормальная история в зародыши бизнеса, просто, если бы ты сказала мне о том, что вы вложили 40 тысяч гривен и больше у вас не было, я бы поняла, но вы вложили весьма серьезную инвестицию, при этом совершенно изначально не додумавшись до того, что, возможно, 500 или 1000 долларов, которые бы вы потратили на консультации, и как минимум бы любой хороший ресторатор, плюс-минус нормальный, он бы сказал, что сюда нельзя остановиться. Вот просто нельзя, потому что вы сами делаете себе проблему, встав сюда. Вот вы бы встали на 200 метров туда или на 300 метров туда, а сюда нельзя остановиться. И вот такие вот вещи, которые я просто хочу все-таки, раз уж мы сейчас будем что-то пытаться спасать, чтобы мы спасли и других людей, которые нас смотрели и понимали, что перед тем, как вляпаться во что-то, вот это вот, я не понимаю, откуда это у нас же у всех это есть, это же не то, что ты там плохая или мы кто-то, у нас есть у всех вот это вляпаться, я так чувствую, я так знаю, я тоже много раз чувствовала, очень дорогие мне эти чувства были в результате. И я каждый раз задаю себе вопрос всем остальным, почему перед тем, как прыгнуть в какой-то океан, ты не зайдешь и не подойдешь к тому, кто там уже нырял. И не спросишь, какое там дно, мне сюда вот надо или может на 100 метров дальше это сделать, или вообще сюда не идти. Это очень логично звучит с ваших слов, но, да, мы этого не сделаем. Видишь, когда ты работаешь в ресторане официантом, тебе кажется, что люди просто сами попадают в ресторан, да они берутся ниоткуда, но есть ресторан, где люди просто сами приходят в такие вот образы. Хороший продукт, это важно. Давай пройдемся по цифрам. Значит, есть 4 человека, вложили деньги. Сколько чеков сейчас вы делаете, сколько у вас посетителей в день? Сейчас в рабочие дни у нас около 20 чеков. Наверное, 15-20. 15-20 чеков в день? Да, это, считай, обеды, которые, ну, это обед не состоит из среднего чека, там обед у нас около 100 гривен. Да. И люди, которые приходят жарить, их на самом деле 10 чеков в неделю. Вы открыли не просто какой-то ресторан, у вас была идея, в чем она заключалась? Для кого этот ресторан и в чем была гениальность? Идея заключалась в том, что можно готовить себе мясо, овощи, сыр, ну, то, что можно жарить, то, что вкусно жарить прямо на столе. Вообще, это корейское барбекю, но мы никак не использовали большую концепцию Кореи, только, ну, вот, собственно, эти сковороды. То есть, это история, как некоторые товарищи любят говорить, о таком специальном прикольном визите, когда человек приходит сюда не просто, чтобы что-то съесть, а чтобы провести время, поговорить с друзьями и что-то поделать. Да, да, но это вкусно. Да. Вы это подтверждаете. Да, это очень вкусно, это правда. И на самом деле часто и у нас такие возникали, как бы, запросы и от других людей. И мы слышали, что иногда просто скучно сидеть в заведении, вот, и это как бы развлекает. Мы сегодня пока кушали, сидеть вообще не скучно, все время занят тем, чтобы следить, переворачивать, некогда даже телефон посмотреть, очень классно. Но по факту идея не зашла, и о ней мало кто знает, мало кто сюда приходит, и в частности, правильно я понимаю, судя по количеству чеков. Я не могу сказать, что идея не зашла, потому что гости, которые к нам доходили. Вот, но гости сюда не доходят, это проблема. Я имею в виду, что идея не зашла не к людям, а идея не зашла, потому что вы открылись в том месте, где люди просто не знают о том. Просто никто не узнал об этой замечательной идее. Да, те, которые знали, у нас очень большой процент возврата гостей. Ну, правда, они приходят еще раз. Хорошо, 15-20 чеков, средний чек какой? 300 гривен, сейчас уже 300-400. 300-400 гривен средний чек, то есть вы в день делаете кассу? 6 тысяч, да? 5-6 тысяч, нет? Нет, нет, нет. У нас в обеденные дни средняя касса это 2 тысячи, выходные, если есть люди, то это да, 4-5 тысяч. Если их нет, то бывает... В месяц, в месяц, сколько делаете выучку? До 50 тысяч. Сколько? До 50. До 50, точка безубыточности у вас какая? 100. 100 тысяч. Вам надо удвоить выучку, чтобы только выйти в ноль? Да. То есть получается, что вы каждый месяц докладываете сколько? 50 тысяч. 50 тысяч. 50 тысяч гривен ежемесячно, 2 тысячи долларов, ежемесячно вы сюда датируете, чтобы это продержало. Что вы сделали, чтобы вы справили эту ситуацию? Как вы с этим работаете? Во-первых, на должность повара вышел один из партнеров. Это сразу же подняло удовлетворенность гостей продукта. Мы занимались рекламой, ну, тоже очень так, дилетантски. А как это по Морлову удовлетворенности? Я не очень понимаю. Гости давали хорошую обратную связь, они не спрашивали, они говорили, что им вкусно. Да. Мы занимались рекламой и в комфорт-ауне, и вот эта улочка, по которой ходят гости, люди еще пока не гости. Вот это... У меня встречный вопрос. Мы занимались рекламой. Кто ведет Ваш инстаграм? Ну, то есть, где ты училась вести инстаграм? Я полтора года назад проходила курсы с ММИ. И, в общем-то, все. И, в общем-то, все. Но, если мы посмотрим сейчас на инстаграм, то ты сама вообще понимаешь, что это не инстаграм, а просто какой-то шлак. Да. Ты понимаешь, что такая фотография, она не может продавать в Ваше заведение, что Ваши фотографии сильно хуже, что Ваша еда, которая выглядит вот так, она похожа на органы убитых животных. Что это не привлекательный вид еды. Он, типа, правильный, когда ты это ешь, оно тут все шкварчит, и ты это видишь, это все классно. Но, когда ты видишь это, кажется, что словили собачку или кошечку, вырезали ей печенку, язык вырвали красный и положили его сюда. Кто занимается вот этим чудесным дизайном, вот этой красоты? У тебя была в детстве тетрадка, когда так надо было к носу и видеть 3D, да? Это от этого родилось? Кто этот чудесный дизайнер делает вот эту красоту, включая вот эту шикарную вывеску с органами убитых животных на входе? Фото на вывеску делала я, а рисовала логотип, меню, меню. Вот, понимаешь, это проблема. То есть это классно с точки зрения того, что вы все решили делать, но это убийственно. 40 штук баксов вы сюда вбахали, и вы сэкономили 200 баксов на какого-то хорошего дизайнера. Я не говорю там супер именитого, но у кого есть вкус элементарный в этом. Это же нормально, что ты не можешь делать все, я тоже не умею делать дизайн, но это отвратно. Дело в том, что складывается впечатление о заведении именно по многим вот таким вот факторам. И что мы видим сегодня? Мы видим очень хороший продукт, правда, мы получили удовольствие, он вкусный, он свежий, классно поданная, немножко лера ваша перепуганная. Вы ее бьете? Нет. Вот. А есть ощущение, что вы ее бьете? С этим надо работать. Но мы видим неплохое место, в котором нет ощущения того, что здесь довольные гости, потому что оно холодное. Оно типа хорошее, тут нет ощущения, что ты зашел в какой-то шланг. Хотя с улицы есть такое ощущение, что я сейчас попаду в какой-то ад крамезный. Но здесь в принципе нормально. Но ощущение того, что это уютное заведение, в которое гости возвращаются, а ваш формат должен быть именно таким. Когда сюда заходишь, должно быть понятно, что здесь людям хорошо, что они тут вот закрыли двери, отключились от вот этого кошмара вокруг. Потому что, ну, такое ощущение, что я в маленьком селе. Ну, я тебе говорю честно, я ж не вру. И, ну, нет ощущения, что здесь вот есть своя жизнь. А здесь должна быть своя жизнь. Такое, Алиса в стране чудес. Зазеркали. Люди сюда попали, и им тут страшно хорошо. И вот это вот все ваши, вот эти штучки, на которых вы решили сделать недочетики, они и приводят к тому, что вы можете давать 150 реклам в Comfort Town. И куда вы их ведете? На свой Инстаграм. Я захожу в Инстаграм, и говорю, ой, никогда сюда не приду. Чем больше вы даете рекламу, тем больше людей говорят, я никогда туда не приду. Маркетинг – это рупор. И вы их сюда гоните, в этот Инстаграм, они говорят, кошмар. Там, скорее всего, бегают тараканы и мыши. Есть хорошая новость. Новость хорошая заключается в том, что у вас реально хорошие продукты. Вот, он интересный, он прикольный. Идея классная. Меня зацепила твоя анкета именно из-за этой идеи. Я зашла в Инстаграм, сказала «ноу». Потом я перечитала еще раз, решила приехать и посмотреть, как это выглядит в жизни. Поэтому у меня есть план попытаться вас спасти. Показать вам немножко с другой стороны. Дать возможность посмотреть глазами клиента, что необходимо сделать. И постараться с этим хорошенько поработать. Если ты готова принять еще кучу критики и в течение 10 дней максимум пережить настоящий переворот, который мы тебе устроим, ну, в районе это будет страшнее, чем то, что есть сейчас, датирование каждый месяц никуда, то мы можем попробовать. Да, я согласна. Ты все? Пропал голос? У нее нету других вариантов. У нее нету других вариантов. Твоими глазами главная проблема, которая у вас есть? Дилетантство? Для тебя. Тебя отлично парит, что у тебя дилетантство? Тебя что парит конкретнее всего? Что, ну, во-первых, изначальная проблема, почему все так происходит. Потому что мы думаем, что мы все можем, что мы все умеем. Мы можем посмотреть видео, как выберете интервью Борисова и сразу все понять. Но это неправда. Так не работает. И да, как-то в Украине, в принципе, не принято платить за индивидуальный труд. И мы немного, мы не брали консультации, не платили людям за индивидуальный труд, чтобы они нам помогли сделать продукт в красивой обердке. Именно поэтому и здесь. Мне кажется, ключевая ваша проблема одна. Деньги. У вас нету клиентов, которые платят вам достаточное количество денег. Это самая большая проблема. И вы хотите ее исправить, наверняка, но не понимаете, что делать. Вы очень сильно усложнили клиенту путь к вашему продукту. Потому что путь этот, он ужасный. Ну, то есть, глядя вот на ту вывеску, которую я там видел при входе в этот пассаж в детстве, я бы никогда в жизни не захотел сюда зайти. Ты не любишь органы животных? Задача какая? Пригнать сюда людей, чтобы они видели продукт. Да, я составила список первых проблем, которые я лично вижу, над которыми нужно работать. Первое – это интерьер. Интерьер, его задача – стать более френдли. Я хочу, чтобы когда сюда заходил человек, и я в частности, я видела, что в этом месте бывают люди, здесь классно. И я понимала, что, блин, тут живенько, тут классно. Второе – это ужасный инстаграм, который нужно просто убить весь и возродить его заново. Потому что люди, если мы будем делать рекламу, мы должны ее делать, близлежащую, они должны понимать, что здесь есть классненькое местечко, а не ужас с непонятно чем, с постами раз в 10 лет. Далее, я хочу однозначно поработать с вот этой вывеской и вообще с тем, как пригонять сюда людей. Потому что вы находитесь чуть-чуть как бы в углублении, а люди ходят все-таки там тоже много. И наша задача, чтобы они знали, что здесь есть что-то супер классненькое. Иначе они не будут сюда приходить. Далее, ваша классная плазма, на которую я обратила внимание. У вас нигде, когда сюда приходишь, непонятно вообще суть этого заведения. Нету нигде видосика, где бы это красиво жарилось, ничего не понятно. Какие-то хрени стоят в столе. То есть, если, предположим, я сюда пришла, что-то стоит в столе, и есть какое-то меню, и можно, в принципе, заказать какой-то бизнес-ланч. То есть, я не понимаю, у вас приходят люди в бизнес-ланч, и многие из них могут даже не догадаться, как это выглядит. Поэтому наша плазма должна заработать, на ней должны появиться профильные красивые видосики, где все будет красиво жариться, и люди будут понимать. А, класс! Плюс там должны появиться специальные предложения. Значит, мы должны, я считаю, что все-таки ваше заведение, учитывая специфику того, где оно находится, это должно быть заведение, куда человек приходит специально. Специально утром он должен знать, что здесь есть для него специального. Специально в обед, в хороший бизнес-ланч, специально вечером. У него должен быть четкий ответ, почему я иду сюда, и что здесь есть классного именно в эти времена. Поэтому мы продумаем специальные предложения, которые будут работать, которые людям будут известны. А не просто у нас есть кафешка, заходи и бери все, что ты хочешь. Который нам нужно протранслировать в мир. И у нас есть большая проблема с выходными. Да. Особенно, наверное, с первой половины дня. Да. Это как бы очевидно, потому что мы заглядывали сюда, и сейчас у нас тоже выходной, и как бы люди не выбивают нам двери и не кричат, «Хватит снимать, мы хотим есть!» Вот, нет. Летник у нас стоит пустой, то есть у нас есть явный момент проблем. И я хочу, чтобы мы решили их максимально быстро. Поэтому решать мы их будем не сами. Прямо сейчас я хочу позвонить. Я могу решать вопросы все сразу же? Решай все сразу. Хорошо. Давайте это будет сюрпризом. Я выйду на улицу и позвоню, чтобы вы не слышали. Давай. Я разбила телефон, но это не мой. Это нашего оператора. Это нормально. Так, ну сейчас я хочу позвонить дизайнеру. Я уже на самом деле предварительно совещалась, думала пригласить свою Лену Петреску, но у нее сейчас завал по работе. Поэтому мы вспомнили о том, что у нее есть классная девочка, которая зовут Катя, я ее знаю. Катя занимается дизайном интерьеров, тоже очень классный проверенный человек, много работала с Леной, и я думаю, что сейчас я ее привлеку, позвоню к ей. И если она прямо сейчас готова приехать, то будет очень круто там. Сейчас. Алло, Кать, привет, это Оля Ермилова. Да, привет. Слушай, есть один интересный проект. Я бы хотела, чтобы ты помогла в течение недельки сделать так, чтобы этот проект стал более интересным. Никаких глобальных изменений, но это маленькое кафе, которое я хочу, чтобы стало более уютным. Но если ты можешь сейчас приехать, то приезжай и прямо сейчас я все покажу. Окей, супер, все, через полчаса можешь быть? Прекрасно. Я бросаю тебе сейчас адрес и жду тебя. Йес-йес-йес. Так, ну все, ждем Катю. Пока. Пойдем туда. Привет, меня зовут Жак Екатерина. Я дизайнер интерьеров. Некоторое время работала архитектором, но после поняла, что дизайн для меня интереснее. И уже 6 лет разрабатываю дизайн интерьера. Мне нравится работать с людьми, мне нравится создавать уют, комфорт, атмосферу приятную для отдыха, для работы и для жилья. Ты жалко стоишь, и вот у тебя кто-то видит. О, а вот и Катя. Здравствуйте. Привет, ты быстро. Ну и девушка. Привет. Так, знакомьтесь, Катя, Александра. Я одна. Извини. Катя, хочу, чтобы ты помогла нам спасти ситуацию. Александра открыла кафе. Классно. Здесь есть горелки, вот сейчас оно закрыто, вот здесь у нас есть, где жарится мясо, вкусненько. Сюда приходят друзья, компаниями посидеть, классно, вкусно провести время. Но, как по мне, немножечко наш интерьер заведения такой, знаешь, ну не видно, что здесь люди часто бывают, что они здесь в восторге, что, может быть, здесь есть их фотографии, что здесь есть какая-то такая атмосфера, куда, когда заходишь, понимаешь, что, блин, тут классно, потому что все-таки вот эта вот история того, где находится это место, да, немножечко такая печальная. И я хочу, чтобы мы малыми средствами, быстро, в течение недели могли сделать так, чтобы, когда сюда человек заходил, он понимал, что здесь, блин, офигенно классно, и здесь место для его друзей идеальное. Хорошо. Хорошо? Да. Тогда работай. Что тебе нужно знать? Что мне нужно знать? Готовы? Любые на перемены? Конечно. Кардинальные? Да. Кардинальные. Шучу. За неделю кардинально не очень получится. Что здесь хорошего? Давай так. Хорошее. Только не говори, как Дима Борисов. Ни-че-го. Нет, хорошее есть всегда. Люди же над этим работали, старались, значит, оно уже хорошо. Натуральные материалы – хорошо. Для данного формата – хорошо. Темный фон – хорошо. Плохо. Голубые стены – плохо. Картины однообразные, тоже ни о чем нужна история. И вот с экстерьером вы тоже… Ну, с улицы прямо еще кошмар. Прямо. Давайте увидим на улицу и посмотрим. Уже там прям совсем ужас-ужас. Я понимаю, что ты находишься здесь. Внутри, да. Когда заходишь, ты вот забываешь уже то, что увидел. Но все равно человек же приходит с улицы и желательно, чтобы это привлекло. Давайте увидим, посмотрим вон. Я за натуральные материалы и за натуральные оттенки. Вот это подобие травы, я так понимаю, вы хотели свою обозначить, да, летнюю террасу. Ну, выглядит не очень. Давай называй вещи с ними именами. Ну, это кошмар. Выглядит ужасно. Это дешевит очень сильно. Вот именно эта трава, она ужасно смотрится. Нужна изюминка. Нужно привлечь гостя. И в идеале, если ему захочется еще сделать здесь фоточку. Это прям вообще хорошо. Это прям идеально, потому что... С места, да, где сделать селфи, зачекиняться. У тебя есть порядка часика для того, чтобы сейчас придумать, что это может быть. И уже прямо сегодня мы могли это с Александрой согласовать. Хорошо. Да? Да. Тогда думаем, мы тебя отпускаем думать. Если тебе нужна Саша, ты можешь ее взять, потому что я сейчас буду спасать Инстаграм. Все. Я только что написала ребятам, Алина и Костя, это муж и жена. Они занимаются СММом, очень классно. В Инстаграме специализируются, и они могут приехать. Сейчас я хочу, чтобы мы вместе с ними разобрали... Ну, собственно, там нечего разбирать, Инстаграм отвратный. Я хочу, чтобы мы создали стратегию нового Инстаграма, вижуала этого Инстаграма. Вообще поняли, на кого мы будем ориентироваться, как мы его будем вести. И превратили Инстаграм в правильный. Потому что это огромная проблема, когда ваш Инстаграм отвратительный. Вы пытаетесь настраивать рекламу, где-то что-то шерить о себе. И все люди смотрят и говорят, о боже, сюда точно не приду, сюда точно не приду. Я думаю, что нам есть над чем поработать. И как раз все вот эти изменения, которые быстро произойдут, мы сможем запечатлеть, удалив старый Инстаграм. По крайней мере, по постам. И создав новую концепцию, сделаем так, чтобы все люди узнали о том, что здесь будет происходить. И происходить здесь будет много нового. Так, поэтому ждем Алину и Костю. Привет, я Алина. Меня зовут Костя. Мы співзасновники агентства SMM Rome Agency. И мы занимаемся просуванием в соцмережах. Мы умеем создавать крутые аккаунты, которые работают. И пришли мы в этот проект с той целью, что есть очень крутая идея, которую можно круто реализовать. Массы должны знать о том, что можно прийти в SMM i приготовить очень круто самому мясо или овощи. Це буде цікаво, тому гоу з нами. Так, Саш, знакомься, пожалуйста. Алина, Костя. Александра, приятно. Привет. Вы коллеги, потому что вы все ведете Инстаграм. Просто кто-то из вас это делает лучше, а кто-то хуже. И сегодня тот самый день и случай, когда я хочу, чтобы настоящие специалисты своего дела рассказали тебе, не какой у тебя ужасный Инстаграм, уже все об этом знают, а как сделать твой Инстаграм классным. И как сделать так, вообще зачем нужен этот Инстаграм. Я хочу, чтобы все-таки маленькую вводную объяснили людям, что просто постить посты какие-то и считать, что это есть SMM-продвижение Инстаграма, типа у меня есть Инстаграм, но Инстаграм не работает, что это несколько разные вещи. И, конечно же, пока вы уже ехали, вы уже наверняка посмотрели на все прелести, я хочу, чтобы мы сделали такой Инстаграм, чтобы люди, знаете, выстраивались, обижались в очередь и говорили, блин, как тут классно, как офигенно. Научитесь, делайте, помогите, пожалуйста. Вообще без проблем, потому что продукт очень офигенный, очень классная идея. Вот с жарким мясом осталось, что можно прийти и самому себе пожарить мясо. Не важно, это обед или вечер, или какая-то тусовка с друзьями. Эта идея просто бомбическая. Вот. И да, мы о ней будем рассказывать. Эта идея хорошая. Эта идея хорошая. Эта идея хорошая. Мы познакомились с аккаунтом, когда ехали. На жаль, мое подтвердить, блин, не зрозуміло. Ну, насправді, не зрозуміло, что ты пропонуешь, який это продукт, что это за заклад, какого формату. Хоча сама идея заклада просто неимоверна. Мне кажется, у него дуже великий, классный потенциал развивати его обовязкового потребителя. Вот. И я считаю, что Инстаграм, вот именно у заведения, это как виртуальная жизнь самого заведения, где ты можешь глазами посмотреть, но глазами ты это не съешь. Ты должен прийти, увидеть, как это красиво, вкусно, как это сочно. Какое, я не знаю, какие напитки вкусные, какая еда балдежная. Пришел уже сюда, попробовал и съел. Вот. Это первое, что цепляет. Что делать? Что мы будем делать? Давайте, расскажите, какой у нас сейчас план? Как нам спасать? Перше, треба чітко зрозуміти, кто твоя цельная аудитория для Инстаграма. Зараз також треба зрозуміти, что ранее была такая думка, ну, вона поки что лишается, что Инстаграм – это выключено жіночий такий соцмережа, но, на самом деле, уже достаточно не так, потому что изменения начались, и человеческая аудитория начала сближаться. Ты можешь быстро понимать, как выглядит твой идеальный покупатель. Не тот, кто сейчас у тебя есть, а тот, который ты хочешь до себя заменить. В чем плюс соцмережа? Ты можешь запросить того, кого ты хочешь видеть, своего идеального покупателя. А цельная аудитория в жизни и Инстаграма, они отличаются как-то? Потому что цельная аудитория гостей, которые к нам приходят, которые к нам могут прийти, у меня прописана, наверное, для цвета носков, в которых они придут. Но что с Инстаграмом? Это те же люди или другие? Фактически, в кинцевом методе, когда вся стратегия побудована и подача информации начала работать, это должна быть одна и та же аудитория. Это те люди, которые живут вашим закладом, вашей идеей, вашим продуктом. И если ты, например, будешь намагаться, ну, да, там, залучать аудиторию, которая отличается от реальности, скорее всего, будет дисусмировать твой аккаунт. Он не будет передавать рупорам твоим, он будет как-то трошечки изменять. Поэтому в тебе не будет той клиент, который тебе нужен. Поэтому в тебе должна быть создана только одна человек, ну, в этом цельном ядре, и в этом цельном ядре ты должна работать. И тогда оно будет приносить результаты, будет приносить взаимодействие, и люди будут приходить, хотеть и создать продукт. Ну, в вашем случае, до речи, очень круто. У вас можно створювать продукт у вас в закладе. И это классно. Это эмоции. По визуальному ряду должно, ну, это будет все понятно, должно быть все понятно. Это и, ну, основное. Это у вас приготовление еды, правильно? Да. Вот. Это и приготовление еды, это и бизнес-ланчи, тоже, чтобы можно было понять. И делать большой удар на то, что можно вечером прийти ребятами в компанию своей, и здесь хорошо очень посидеть, провести время. Вот. Это видео должны быть. Ну, это все вот завлекающее, максимально сочно, максимально красиво. Вот смотри, она пыталась снимать фотографии, у нее они получились отвратительные. Она пыталась снимать видео какие-то там. Все отвратительно, все плохо. Она начала ставить там каких-то белочек, зайчиков, да, там последний пост этот, который уже висит. Это вообще как бы креатив очень серьезный. Я так понимаю, что все-таки будет правильно помочь ей создать какой-то плюс-минус нормальный контент-план, показать ей, что такое правильный вижуал, да, то есть как это должно выглядеть. Я думаю, что придется, скорее всего, все-таки потратиться на какой-то нормальный телефон с хорошей камерой. Кстати, запомните, это все, кто работают с ресторанами, вообще со своим продуктом, что камера нас продает, да? Да, это однозначно. Ну, сегодня не нужно уже, раньше нужно было купить там какую-то зеркалку, там учиться. Люди говорили, нет, я не могу этим заниматься. Сегодня нам, в принципе, даже фотограф, по большому счету, не сильно-то нужен. Хороший телефон, не зря последние модели, спасибо, каждый год пересдаются. Камеры фантастические, они творят за нас чудеса, учитывая еще все программки, которые существуют, то есть вообще космос. То есть, по сути, мы уже, каждый из нас фотограф, ну, правда? Стоит от кого. Камеры творят вещи, и это очень важно. И когда у вас старый телефон, на который вы фоткаете, еще забыв протереть камеру, да? И вот эту красоту выкладываете против света там, ну, сегодня надо очень сильно постараться испортить свой контент. Но люди умудряются это делать, и это очень важный момент, понимаешь? Так что теперь у каждой женщины, как минимум, есть официальное обоснование, почему нужна последняя модель телефона. То есть, это не для меня, партнером с твоим, говоришь, это для бизнеса. Ребята, бизнес без этого чахнет. Но, безусловно, нужно понимать, что и как снимать, как делать. Вы сможете дать такие мастер-классы, объяснить и научить? Да, конечно. Сказала она, махай голову, нет, очень не хочется. Это вообще мастер-класс, это обязательно. Да, тут сейчас, видите, надо... И обработка, программа для обработки, создание своего пресета, который обязательно будет на всех фотографиях, потому что визуальная часть должна... Не может быть один фильтр на одной фотке, второй фильтр на другой. Визуально это будет просто выбиваться, и это будет очень некрасиво, неэстетически выглядеть в ленте. Вы должны понимать, что очень такой правильный момент, на который я сама себя похвалила, как всегда. В бизнесе люди, когда смотрят на наш инста, и вообще не только в бизнесе, они представляют, они видят нас, да, что за этим стоит. Если это инстаграм нашего продукта, и они видят, что инстаграм так себе, они знают, что в твоем ресторане еда тоже так себе, и персонал так себе. То есть у них это отображается. Если люди смотрят, как говорит моя подруга Алена, и видят, что у тебя везде разные фильтры, они просто понимают, что ты по жизни безбашенная, всякая разная, тебя можно разного ждать. Вот, поэтому ничего другого это не говорит. Поэтому в бизнесе, конечно, вот этот визуал важно соблюдать, должна быть концепция, должно быть понятно, что если у тебя офигенный инстаграм, у человека хотя бы есть надежда на то, что у тебя офигенное заведение. Но часто бывает другое, когда продукт очень крутой, а инстаграм или там сайты, что у человека есть, это просто трэш. И люди просто не могут дойти и узнать, ты им не даешь это сделать. Вот и все, поэтому нужно этим заморочиться. И нужно, ребята, обращаться к специалистам в очередной раз. Об этом говорю, что нужно не жлобиться, находить людей, которые как минимум вас этому научат, подскажут, сделают. Потому что никакой экономии нет в том, что, да мне понятно, я могу делать фоточки и выкладывать их в инстаграм. То есть это вообще совершенно разные вещи. Окей, я предлагаю тогда нам прямо сейчас приступить к работе, решить, что необходимо делать, как вы будете эту стратегию сейчас наводить в порядок и шмон, и сделать так, чтобы через 10 дней, я хочу, чтобы у нас был другой инстаграм, чтобы мы унесли и удалили все, что у тебя там было, аж твои все 25 постов или их там меньше. Вот, и у нас появился новый инстаграм, и мы объяснили и научили Александру нашу, каким образом нам в дальнейшем все это вести, делать так, чтобы инстаграм работал, привлекал внимание, приводил клиентов, она могла это отслеживать и получать классные результаты, а не пугать людей и не делать так, чтобы они не могли даже дойти и узнать, что у тебя тут на самом деле продукт-то хороший, ты девочка хорошая. Думаешь, клиент так не готов глубоко копать, как я. Окей? Да. Хорошо, тогда вы можете пообщаться, в принципе. Привет! Меня зовут Куранна. Думаю, я живу в принципе. Привет! Меня зовут Куранна, я фотограф, и я снимаю деловой портрет. Также я делаю фото для вашего бизнеса. Сегодня я познакомлюсь с этим замечательным местом и планирую здесь для них сделать фотосъемку. Ань, смотри, по фоткам, которые должны быть для ленты в инстаграм, обязательно фото эмоциональные должны быть, это фото с командой, фото с собственниками заведения, это должны быть фото с едой, статика, приготовление процесс. Мы и кухню задействуем, и кухню задействуем, и зал задействуем, и по возможности тоже террасу. Общение гостей, если будет возможность снять команду, допустим, человека три или четыре, которые жарят сами себе мясо, которые пьют кофе или просто весело проводят время, заснять их. Общение за барной стойкой. Так, ну, с урахованием концепции самого заклада, и на что мы будем дальше просуватися, дальше будем бить для нашего цельного аудитория, то есть, чтобы команда сама показала на фото, как они готовят, то есть, какую эмоцию они должны подать подчас приготовления самих процессов, как этим пользоваться и тому подобное. То есть, чтобы они были постоянно в каком-то процессе, в динамике, то есть, это не мое быть прям эстетично, это, наоборот, мое быть, вот, и там, взагалі, так, что, как бы, просто, как бы, в живом, в лайф-режиме. Понятно. Ну, и сама еда. И сами ингредиенты, да. Подача, как будет выглядеть подача. Я думаю, что також варто спробувати готовый продукт и попробовать, ну, все равно мясо попробовать тоже заснять, как что выйдет. Ну, это же процесс. Да, сам процесс. Это, по-моему, самое интересное. 100%. Тому, я думаю, что для початку цього будет достаточно, там дальше уже будем коригувати, дивиться, какие кадры нам надо будет потребовать. Понятно. Хорошо. Все окей. Так, Саша, сейчас я хочу с тобой поговорить о главном, о продукте, который вы делаете. Поскольку место, оно все-таки не находится в том, да вообще, где бы оно ни находилось, мы всегда должны дать причину клиентам к нам зайти. Какая причина зайти в Макдональдс у людей? Быстро. Главное. Быстро. Быстро, но они видят Макдональдс. Скучно. Когда мы видим бренд, который очень сильно раскручен, у нас уже, в принципе, типа мы едим и мы туда идем на автоматик. Когда у нас нет бренда, у нас есть огромное количество заведений, мы по каким-то причинам выбираем то или иное заведение. Я хочу есть, но я не зайду в каждое заведение. Ну, так происходит. То есть, наша задача, прежде всего, когда клиент находится где-то рядом, он вообще должен знать, почему он должен зайти к нам. И желательно, чтобы он знал о нас, а не о ком-то другом. Чтобы мы ему дали какое-то с собой касание. У вас есть в любом заведении, есть момент завтрака, есть момент обеда, есть момент ужина, есть момент выходных. Это, в принципе, все достаточно разные временные промежутки и разные причины у людей заходить. Скажи мне, пожалуйста, бывают ли у вас клиенты, которые приходят на завтрак? Нет. Не бывает. Я тоже так думаю, потому что ни чуть-чуть не там вы находитесь. Но, в то же время, утро клиента выглядит всегда как, вообще утро человека. Уже мы, слава Богу, дожили до Америки и везде. Когда человек идет утром, он пьет кофе. Это для него нормально, зайти и где-то выпить. И возле бизнес-центра всегда стоят какие-то улитки, карандашики и так далее. Я хочу, чтобы мы с тобой сформировали наше утро. И сделали так, чтобы клиент очень четко знал, что утром у вас есть вкусный кофе на вынос, в красивом стаканчике, над которым мы подумаем, который должен быть для вас рекламой. И, возможно, у вас есть какой-то снэк, печенье, что-то такое, что он может взять с собой. Потому что я не представляю, что он придет и будет заказывать здесь сырники, да, там, что-то долго ждать. Мы должны сформировать такое предложение. Это то, что мы будем показывать в наших соцсетях, это то, что мы будем показывать на наших улицах, это то, что мы будем транслировать утром, чтобы человек это знал. Да, возможно, это случится не в первую неделю, не во вторую, он должен к этому привыкнуть, но он должен четко знать, что здесь есть вкусный кофе на вынос. И с кофе, если мы ему предлагаем что-то купить, то, как правило, у него всегда тянется рука за печеньками, за какими-то вещами. Поэтому первое наше предложение и наш спецвизит утром – это кофе. Каким образом конкурировать с кофе? Я считаю, что это всегда кофе по умолчанию должен быть хорошим, но решает стаканчик. Красивый стаканчик – это то, что привлекает внимание, это то, что является нашей рекламой, это то, что является моментом того, когда мы можем перейти на Инстаграм. По сути, стаканчик – это вирус, который человек заводит в бизнес-центр, и если там что-то написано правильное, то, в принципе, он способен привезти на обед. А возможно, это еще со стаканчиком и какая-то бумажечка о том, что у нас тут, оказывается, есть классные бизнес-ланчи. И второе наше классное предложение, которое мы должны сформировать и вывести на рекламные носители, сделать это красиво, привлекательно – это наши бизнес-ланчи. Пока те фотографии и то, что я видела у вас в соцсетях, ваши бизнес-ланчи выглядят непривлекательно для меня. Поэтому наша задача – визуально, вкусово, да, и, в принципе, сформировать визуал некоторый и предложение очень четко доносить до тех людей, которым это может быть интересно. Ровно настолько, до тех пор, пока у нас не будут продаваться бизнес-ланчи в большом количестве, с полной посадкой, и люди будут счастливы и довольны. Во время бизнес-ланчи мы можем и должны людям вот здесь, в том числе, транслировать, а что у нас вообще за заведение. Потому что на бизнес-ланче мы не даем им работать в этом заведении так, как для чего мы его придумали. Но у нас есть прекрасная возможность рассказать им о том, что их ждет по вечерам, в принципе, и вообще для чего это заведение создано. Поэтому у нас появляется ужин. Что такое ужин? Каким образом мы можем выманить человека вечером поужинать у нас, вот здесь? Не в классном ресторане за миллион долларов, не в каком-то торговом центре, где и без того он ходит, а прийти сюда? Легкая, ненавязчивая атмосфера. Мне привлекательная. Я имею в виду, что не нужно, ты можешь прийти после работы, не беспокоясь о том, что ты устал и плохо выглядишь. Почему я должен прийти сюда? Меня вообще не парит. Я могу в любой ресторан прийти в сланцах. Почему? Как ты думаешь, вот те люди, которые здесь живут, что их может стимулировать прийти не на семейный ужин, а прийти сюда? Вкус. 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 Каждый ресторан как говорит. Развлечение. Развлечение, процесс. Мы должны дать человеку очень хорошую причину. Смотри, когда, например, происходят новые коллекции, заходят в магазин, они не очень сильно раскупаются. Они раскупаются только теми людьми, которые им или очень сильно надо, или у них нет проблем с деньгами, они вообще покупают всегда, в любой период. Когда у нас, например, идет скидка, почему мы покупаем? Из жадности. Из жадности. Мы покупаем часто, потому что это очень выгодно. Мы начинаем, когда считать, мы понимаем, что это в любом случае выгоднее купить, чем не купить. Когда мы делаем хорошее предложение ужина, каждый человек хочет вкусно покушать. Мы говорим сейчас, наверное, в большей степени все-таки о мужчинах, которые вечерком, после работы не против выпить бокальчик пива, будем откровенны, и вкусно много поесть. Я предлагаю сделать акцент на том, чтобы сформировать для человека, не заставлять его мозг выбирать из меню, заходить в любой ресторан, а показать, сформировать и сделать ему такое предложение, что у нас есть порция, он видит это визуально, глазами, мы не даем ему возможности фантазировать, думать об этом, нет. Мы ему, знаешь, так вот, как мужчина идет и видит женщину с сиськи. То же самое, он идет в наших, в инстаграме, на наших предложениях, где у нас все задействованы, будут точки активные, и он видит большую порцию красивой еды, здесь мясо, овощи, что-то там еще, пиво, он сразу же видит фикс прайс на это, и он четко понимает, сколько он заплатит, и он этим наестся. Это очень важный фактор. Он понимает, что он будет удовлетворен, и здесь он говорит, Вася, Петя, а давайте пойдем в смаж и нормально поужинаем. Он понимает, что для него это будет вкусно, классно, ему не надо будет ковыряться в меню, хочу, я не хочу, он точно закажет это, и он будет счастлив. Я предлагаю попробовать, потестить эту тему, и сделать именно акцент на том, что понятная еда, понятное предложение за понятный прайс, где количество и качество еды в его голове сильно выше, чем ту стоимость, которую он платит. Это не значит дешево, это значит, что ему не жалко отдать эти деньги за то, что он получит. И вот это выставить на флаг. Таким образом у нас получается очень четких три понимания, что мы продаем утром, что мы продаем днем, и что мы продаем вечером. Это понятно, и тогда нам ясно, что нам транслировать нашей аудитории. У нас есть выходные дни, и судя по сегодняшнему дню, это очень печальные дни. Что такое выходной день с точки зрения психологии? Как правило, это день, который надо постараться провести с семьей. У всех родителей есть чувство вины, потому что они не занимаются своими детьми, они работают, и выходной день. Надо бы как-то повеселить детей. Кто-то везет их в торговые центры, кто-то их еще куда-то ведет. Это трэш, как мама, для меня это всегда трэш. Но все дети что любят делать? Развлекаться. Развлекаться и кушать. Они всегда просят, мама, пошли за мороженым, мама, пошли за пироженым, мама, пошли чего-нибудь поделаем. Детям нравится экшен. Родитель о чем мечтает? Он мечтает о том, чтобы быть хорошим родителем, но при этом, чтобы ребенок его желательно не трогал. Я предлагаю потестить тему бранчей семейных на выходные дни. Это то, что мы будем транслировать в наши массы. Что у нас есть, например, самый популярный временной промежуток, это с 12 до 3. Когда мы формируем предложение и говорим родителям, что родители, вот конкретно, мы не можем сделать здесь бранч в классическом понимании, выставить еду, убери сколько хочешь, но мы можем сформировать, что входит в наш бранч, какая его фикс прайс. И самое главное, что в это время у нас будут работать аниматор. Это можно сделать, посмотреть, кто в округе работает, и возможно сделать коллаборацию с тем, кому нужны дети. Что именно в этот промежуток времени, в субботу, например, и в воскресенье, потестить дни, потестить время, проверить это. Работают аниматоры, которые могут быть в летний период, на улице даже. Здесь может громко играть какая-то музычка, чтобы привлекать внимание к этому действию. И детям, например, вы делаете бесплатно. Вообще для детей это бесплатно. То есть родитель приходит и кушает, ребенок все равно много не съест. Он пожарит два кусочка сыра с аниматором, но ему это будет очень интересно. И ребенок веселится с аниматором, он занят чем-то, родитель счастлив, потому что он там бегает, развлекается. Родитель может спокойно со своими друзьями. Как правило, это происходит как? Я беру своих детей, моя подруга Маша берет своих детей, и мы, как удовлетворенные мамы, все взяли своих детей, всех их отдали аниматорам. Они типа при нас, но мы имеем возможность посидеть, вкусненько покушать и поболтать за жизнь. Поэтому я предлагаю сделать и потестить вот такие семейные форматы для детей. Подумать, как мы можем удовлетворить детей воздушными шариками, еще чем-то. Как мы можем сколлаборировать, потому что все сегодня детские центры в том числе ищут себе аудиторию. То есть как мы можем сколлаборировать и в это время вкусно накормить наших родителей с хорошей музычкой и так далее. То есть дать им возможность специального визита для нас. У нас вечер выходных точно такой же, как и будний день. У нас вкусные большие порции. Опять-таки это не означает, что все люди будут заказывать исключительно это. Да, они пришли, потом оказалось, что выгоднее заказать большой сет и еще что-то. Но, по крайней мере, они четко понимают, на что приходить, а ты четко понимаешь, на что тебе настраивать рекламу. Что тебе показывать своим рекламодателям. Теперь очень важный фактор. Для того, чтобы это происходило, нам необходимо сделать так, чтобы люди об этом знали. И чтобы они, их визуальный образ совпадал с тем, что ты им покажешь. Поэтому нужно заморочиться. Правильной картинкой, правильной фотографией, где эта еда будет выглядеть привлекательно. Вот этот сет, то, что мы им предлагаем. Где будет правильное рекламное сообщение. Мы поможем это сделать. То есть и с завтраком, и с обедом, и с ужином. И мне очень сильно нравится, как работает Макдональдс в этом направлении. У них утром, когда ты едешь, у них горит завтрак. На обед табло меняется по-другому. У нас нету табло, но у нас есть ручки. И я предлагаю, чтобы возле улицы, вот там вот в начале, вот здесь вот, чтобы мы не ленились и три раза в день мы меняли наши сообщения. Чтобы человек, когда утром шел на завтрак, он видел, что он здесь может купить кофе. Кофе-то-гоу самый вкусный, там цена, там траля-ля. На обед он видел уже чуть-чуть позже, как только у нас утро заканчивалось, что у нас здесь бизнес-ланч. Когда он выходил из бизнес-центра, он видел, что здесь вкусный бизнес-ланч, видел вкусную картинку и шел сюда. И чтобы на ужин он понимал, когда выходил, что зачем ему ехать домой, когда он может поужинать здесь, прийти с друзьями классной компании. И все время здесь он видел правильный ролик, как жарится вкусно ваше мясо, как это замечательно происходит. Это очень важная, приважная история. И мы должны это людям втирать. Опять-таки, у людей существует момент привыкания, да, то есть он там сначала первую неделю он завтыкал, но я тебе могу сказать, что на четвертую неделю, когда ты решишь, что это не работает, и никто не приходит, тебе начнут валить люди и говорить, я же видел, у вас такое было, где же оно есть? Поэтому наша задача сейчас это сформировать, настроить на эту рекламу, поработать с этим, но самое главное, не прогадать с картинкой. Картинка рулит, смотри на Макдональдс, смотрите на то, как упаковывают еду. Еда не имеет права выглядеть не то, чтобы хуже, она должна выглядеть еще лучше. Вот это важная история. Поэтому тебе сейчас нужно будет разработать вот эти предложения. В принципе, я их уже тебе разработала, нужно их оформить, нам нужно согласовать, нужно сделать красивую визуальную картинку, сделать красивые макетики. Я надеюсь, что мы попробуем найти дизайнера, который это красиво все оформит, и начать с этим работать, чтобы люди это видели. То есть из пассивных людей, которые ждут, что к ним зайдут, нужно превратиться в очень активных. И найти обязательно кого-то по детям. Обязательно. Хорошо, аниматер. И тогда мы таргетируем рекламу, неважно, на комфорт-таун, еще на кого-то, но у нас уже есть причина, почему родители сюда должны прийти. Потому что здесь шарики, можно кого-то привлечь, можно подумать о мороженом, например, тоже как вариант. Лето мороженое, продажа мороженого, это тоже хорошо. Я не совсем сильна в ресторанном бизнесе, потому что я не ресторатор, но я сильна как клиент, потому что я знаю, что я хочу получить как клиент. И это очень важный момент, чтобы ребенок остался чем-то тоже доволен. Это понятно? Да. Отлично. Тогда мы поэтому тоже получаем задание. Да. Да. Окей. Сначала смажь, потом танцуй. Девочки, я придумала новый концепт для нашего заведения. Стефай мне оставляла пилончик? Да. Вот, видите, он меня отдал. Я тут подпишу Ермилова. Так, ну что, Катя, что придумалось? Так, есть идеи. Я предлагаю перекрасить стену, которая получилась голубой, почему-то, в серый цвет, будет соответствовать всей концепции заведения по цветовой гамме. Стена акцентная, добавить на нее декор, показываем, на 9-й пиле. Да, который, вот я нашла интересный пример. Он будет отображать ваши дарелки, сковородочку, и сразу будет понятно, о чем заведение уже в интерьере. Мы будем об этом тоже говорить. Да. Добавить интересные фишки, мудборды, на которых можно крепить фотографии от ивента, и какие-то мероприятия будут у вас проходить. Несколько штук я потом посоветую. Популярных, известных гостей. Популярных, очень известных гостей. Страшных, известных, интересных танцев, да, гостей. На пилоне. На пилоне. Добавить уюта с помощью декорирования столов. Угу. Текстильные полотенца. Растения, да. Растения, да, добавить. Убрать однозначно жалюзи, мы уже с вами об этом говорили, и оставить открытыми окна. Да, если солнце все-таки мешает, то это тканевые рылеты, которые будут подниматься прям подверг-подверг, и при необходимости отпускаться. Но и тоже в цвете интерьера, естественно, под цвет стен. То есть серого цвета, да, светло-серого? Под цвет покраски. Я нет, я смотрю, я на горшки просто смотрю. Да, горшки лучше объединить в одно длинное кашко, потому что места мало на подоконниках, они очень одиноко смотрятся. Нужна идиллия в этих горшочках. Один длинный, естественно. Такому пока повезло, а то я всегда сужу со мной, господи, где это все искать? Естественно, найдем, подскажем, поможем. Это то, что касательно интерьера. Есть идеи по поводу экстерьера. Что делать с улицы? С улицы, чтобы это было минимальными затратами, мы с Александрой обсуждали, я говорила о том, что желательно покрасить эти балки, дорого их снять, заменить, дорого их покрасить в такой броский цвет. Сейчас они как раз играют нам не на руку по интерьеру, потому что акцентируют внимание на светлых окнах, на дверях и на желтой краске. Их надо немножко успокоить, их цвет сделать серыми, тоже цвет подберем, подскажу. И продлить, конечно, до пола, либо низ закрывать баннером, на ваше усмотрение, какая идея больше нравится. До пола убрать доску милованную, это уже не модно. Я бы хотела, чтобы мы использовали, мы будем делать предложения, и мне бы хотелось, чтобы у нас все-таки фасад работал как место, куда бы мы могли эти предложения вывешивать, интересные наши. И все то, что вот сейчас мы будем дальше обсуждать, чтобы у нас фасад мог работать как реклама все-таки, чтобы человек, проходя здесь, в определенное время понимал, что сейчас у него тут может быть классное что-то завтрак, кофе to go, потом у нас может быть здесь, например, семейный праздник, провести выходные дни, что-то с детьми у нас здесь будет происходить. Ну, в зависимости от того, что мы придумаем, чтобы фасад об этом пел. Пел об этом фасад и пел, например, об этом кронштейне, который будет находиться у нас где-то там на улице, чтобы мы все-таки людей качали. Мы можем что-то такое придумать, чтобы у нас фасад, вот была какая-то часть, где бы мы могли вот использовать именно под рекламу. Ну, и это должно меняться, да? Да, потому что сейчас у нас есть милованная доска, мы, например, можем на нее что-то менять, там, придумать какие-то варианты, но чтобы это было ярко и броско. Потому что вот эти белые буковки на черной доске, их все равно голова не видит, глаза не видят. Придумаем. Да? Что-то придумаем, сделаем. Я еще предлагаю, у вас на вывеске есть красный цвет, да, то есть если вы сохраните эти цвета, я предлагаю еще акцентным сделать, поставить красную скамью, например, она бы привлекала внимание, добавить красные фонари, то есть это было бы с улицы видно, и можно делать селфи прикольные сзади, ну, какие-то рейки, стойки, плюс вот что-то придумаем, да? Да, ну чтобы, у нас была какая-то фотозона такая, да, где человеку бы хотелось сделать сфотографироваться, да, либо, если тут семейный праздник, выйти наперекор, тоже на скамью присесть. В любом случае, красный цвет будет привлекать внимание, правильно? Вот, и у меня еще есть личное пожелание, если говорить уже о дизайне, я бы все-таки хотела нашей Валерии или кому-то другому сделать какую-то очень душевную футболочку, на которой было бы понятно, что этот человек здесь работает, что он несет какой-то позитивный в этот мир, хороший, вот при виде которой хотелось бы улыбаться. Для меня, например, это тоже очень такой показатель всегда, давайте подумаем над тем, что это может быть. Интересно. Хорошо? Да, да. Окей, тогда мы приступаем к работе, Катя, вот, и у нас есть ровно 10 дней, чтобы все осуществить. Супер. Хорошо. Хорошо? Ну, окей, все, тогда давайте опять. Все, все получится. Все получится, Катя, отправляемся работать. Да. Так, ну что, мне кажется, мы сегодня за день столько всего натворили, я не то, что сейчас себя чувствую в каком-то шоу кулинарном или еще каком-то на ножах, на мечах, я себя вообще чувствую, я не понимаю, что будет происходить, но я еще раз говорю о том, что я не знаю, как вы можете открывать бизнес, ребята, вкладывать бабло и при этом вообще ничему не учиться, ни у кого не консультироваться. Ну, это зло. Вот это вы все натворили, а теперь попробуй-ка, пожалуйста, это исправить. У нас есть ровно 10 дней, я так решила, есть ровно 10 дней для того, чтобы мы могли малыми средствами, но очень крутой командой постараться навести порядок и постараться сделать так, чтобы спасти эту классную, крутую идею, спасти нашу Сашу, потому что ей 24 года, она затеяла всю эту историю, потому что она была отецценткой и любит то, что делает. Короче, это crazy, crazy история, но я уверена, что что-то интересное из этого получится. Если, кстати, вдруг у вас есть какие-то идеи, подарки, предложения, пожелания, вы можете написать, и, кто знает, может быть, мы тоже успеем это внедрить сюда, потому что у нас сейчас практически социальный проект. Пишите, пожалуйста, все, что вы по этому поводу думаете, пишите, пожалуйста, о том, нравится ли вам эта идея. Ну, кстати, у вас, когда вы увидите это видео, я не знаю, какой процесс будет происходить, вы можете зайти на Инстаграм, посмотреть, может быть, уже что-то поменялось, можете приехать уже сюда, но я могу вам сказать, что в следующей серии, которую мы снимем, где мы уже увидим все метаморфозы и изменения, она ждет очень много сюрпризов, которые я уже придумала, и цель которых все-таки сделать так, чтобы об этом месте узнало как можно больше людей. Конечно же, при условии, если мы сделаем его классным, но если не сделаем, тогда все узнают, что ничего не сделали, ничего не случилось, ничего не произошло. Ну вот, где-то так. Так что ставим свои лайки, пишем комментарии и вообще смотрим на себя со стороны. И если вы совершили такие же ошибки или хотите их совершить, то лучше исправиться прямо сейчас и прямо сейчас пойти и все-таки заплатить деньги для того, чтобы вам дали какие-то нормальные рекомендации, советы, и вы не впрыгивали в то, с чего потом тяжело вынырнуть. На все.